всем приветики с вами милис и мы продолжаем играть самар 58 года и я никуда не пропала я все еще здесь и продолжаю с вами играть и хотите наверно знать почему так не буду долго роликов сожалею я заболела и вот только сейчас оклемалась так что если с голосом что-то не так я ни при чем я ничего не меняла голос тоже не изменила но так случилось так что пока есть силы уже есть силы начинаем что-то до вытворять играть наконец-таки уже соскучилась уже мне не страшно в этой игре и все я потерял мысль так что нам тут надо да я забыла забыла как тут страшно в этой игре мы кажется играем да за репортера или тому подобное так врачи ставят неправильный диагноз вани а ему нужно сделать пересадку сердца только это может помочь у меня уже нет сил с ними бороться мы приняли решение больше к ним не обращаться я вылечу своего сына сама чего бы мне это не стоило вот так вот да кажется мы вернулись прошлое сейчас играем за не знаю мальчика я уже не помню честно говоря помню как было очень страшно так страшно что кошмар дети и воспитатели спят не буду их беспокоить конечно после такого они точно спят так часики мы разбили лампочку нет это не вы разбили что здесь случилось кто разбил лампочку не работает а почему она не работает так вы что-то меня хотите или как что вы что вы хотите от меня кто-то нашел и спрятал мой ключ от сейфа о парта открылась это как во всяких японских аниме это школах такие же открываются так аня нам нужно бежать это все из-за директора я шпионил за ней она с кем-то разговаривал о чем-то плохом ты должна мне поверить предупреди всех у нас мало времени пока я спрятал ее ключ у себя в шкафу мы можем успеть помоги мне ага вот засранец ой а вот там и открылась открылась шкатулка открылся шкафчик это видимо ключик и нас ждет какая-то скримота ну давайте возьмем ключ от сейфа хорошо теперь нам всех ну не на ничего не слышу ничего не слышу нет нам не страшно мы такого же не боимся открываем так як в паразит украл второй газовый баллон мне нужно распылить сон и газ чтобы всех детей могли перенести в госпиталь на операцию и потом вернуть обратно как утешительно то мы работали вместе с алексеем сергеевичем в приюте для сирот тогда я действовала неосторожно и на меня поступила жалоба директору пришлось закрыть приют меня отстранили от медицинской деятельности сейчас я не допущу такой ошибки ведь о нашей договоренности знает только он я должна продолжать находить ему людей чтобы собирать у них почки алексей сергеевич поможет провести операцию по пересадке сердца вани по всем показателям из медицинской карты яков идеальный донор я подстроен несчастный случай и его никто не будет искать ох какой учитель фильтр отсутствует а стекло разбито в лагере лагерь приехал особенно мальчик яков у него нет родителей и родных и он стал моим любимцем ведь он так похож на моего сына ваню как же я хочу его увидеть яков хороший мальчик хоть и не говорит но он все понимает и делает все о чем я попрошу днем мне пришлось встретиться с алексеем сергеевичем в приюте где мы раньше работали он приказал сегодня ночью выполнить наш уговор этот день настал яков мне в этом поможет перед сном дети всегда мы выдумываю страшилки пока вожата укладывают их спать это может их отвлечь вот такая вот учительница сдает детей нужно поставить газовый баллон по дверь и вернуться в класс хорошо сдает детей на органы так баллон у нас уже в руках что-то лежит он здесь раньше лежал ворон а это тут разбилась война понятно ворона летела так в баллончик не этот ладно клади а теперь провалить ой 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 о господи так 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 противогаз Он же не работает. А что делать? Куда бежать? Что? 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 Это кто? Эй. Все? А нет. Мы умерли? Так. Нет, мы живы. Значит, все так и должно было быть. Наша камера. Как она работает? А как приближать? Как одолять? Все, вспомнили. Дневник Марии. Есть. Русско-английский словарь. Есть. Хорошо. Так, ладно. Карта прогрузилась, видимо. Часики. Взять. Зачем нам часики? Не знаю. Шкатулка. Слышите? Там кто-то дышит. Заперты, за ней кто-то находится. Да как вы знаете, слышно, что там кто-то находится. Очень отчетливо слышно. Так. Противогаз. По-моему, игра стала темнее. Да, и все так и случилось. Игра все так же сбивает настройки при каждом... При каждой загрузке нового уровня. Ничего не поменялось. Так. Что теперь вы от нас хотите? Газета. Это, наверное, мы читали. Ой. Так. Это мы, наверное, уже читали. Пробки. Пробки. Все отлично. Отлично. Что теперь от нас хотят? Там все еще кто-то дышит. У меня, кстати, есть идея. Я хочу стрим запустить. Если хотите, то пишите в комментариях. Прям спускайте сейчас вниз. Пишите, хочу стрим. И даже лучше напишите, по какой игрушке вы хотите увидеть. У меня вариантов много, и я вообще теряюсь. На что попробовать? На какую игрушку? Ну, есть пару вариантиков. Могу вам накинуть. Если вам понравится, пишите. Чем будет больше вариантов, там, у кого будет больше лайков на эту игрушку, то и возьмем. Например, есть... А вот вас два. Хотите? Я не сильно в нее прям горю, потому что знаю, что в ней происходит полный кошмар с сатанитскими какими-то культами. Очень сложная, тяжелая игрушка атмосферная. И что вы от меня хотите? Я тут не понимаю. Куда идти? Что? Подождите. Ладно. Походу разберем. Так. Вторая игрушка это тоже какой-то хоррор. Есть какой-то киберпанк хоррор. Есть хоррор детектив. Или, может, какой-то шутер хотите? Там, я не знаю, очень знаменитый как CSGO. А может, вообще Dota 2? Шучу. Ну, если вы захотите. Это будет. Это все может быть. Особенно последний вариантик. У меня есть одна история с этой игрушечкой. У меня есть маленький опыт в этой игре. Так что... Все возможно. Только напишите. Тебе же сказали, чтобы ты убирался отсюда. Оставь покоя это место. Все. А в дневнике Марии остались пустые страницы. Можно использовать их, чтобы ответить. Я слышу, что он стоит за дверью. А тебя это не пугает, что он там стоит за дверью? А? Чувак. Так. Мы что-то пишем. Вырвали листочек. Я знаю, что здесь... ...произошло. Позвольте мне вам помочь. Расскажите мне. Кто вы? Да тут кто-то бегает. И ты сейчас будешь разговаривать... ...с вот этим? Господи, как там все скрипит. Ой. Такое чувство, что там просто взяли дверцу какую-то. Во все тиски со всех сторон. И просто начинает, блин... ...и мотылять во все стороны. Не знаю. Насиловать ее. Так, нам звонит, кажется. Да-да-дам. Да, мы идем. Опять этот гребаный заяц. Он еще нам подмихивает. Вот посмотрите на него. А вот и превьюшечка. Улыбнись. Какой он стрёмный. Зараза. Так, ладно. Все, с нами не хотят разговаривать. Тогда я пойду разговаривать с тем, кто будет с нами разговаривать. То есть с тем чуваком за дверью. Непонятно каким. Вот. Он нам... Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А почему так страшно? Правда, ты еще раз хочешь записку? По-моему, это, кстати, пробежал тот зайчик. Фу. Я чуть того. Ладно. Я прочитала, что здесь были убиты люди. Это вы сделали? Расскажите мне, и тогда я вам смогу помочь. Так, только не открывайся дверь. Сейчас как подойду, положу, а дверь как откроется, как зарядят мне по голове. И все. Прощайте. Ютубер пропадет. Ну что, у нас хороший собеседник. Он довольно скрипящий. Медленный. В шумных тапочках. Ну. Давай, давай, давай. Ну что ж так долго-то? Это я смотрю просто, как размытие происходит. Не обращайте внимания. О, записочка. Так. Так, меня обвинили, но я этого не делал. Уходи отсюда. Тихо, тихо. Вы видели? Там пробежали. Я правильно понимаю, мы сейчас общаемся... Непонятно. Тебя зовут Яков? Ты живешь здесь один уже много лет? Господи, что здесь происходит? Тут все ломается. Фу. Ладно, спокойно. Мы сейчас разговариваем непонятно с кем. С призраком, не с призраком. И тут еще какие-то тоже призраки бегают. Или дети, но вряд ли. Звук, как будто прям перед нами бегали. Может, на втором? Ну, здесь нету второго этажа. Я не хочу оборачиваться, мне страшно. Три вороны уже тут. О, нам ответочку кинули. Блин, страшно выходить. Да, здесь я могу общаться со своими друзьями. Да, это Яков. Угу. Мы охраняем это место, потому что это наш дом. Много кто сюда приходил, только чтобы ломать наши вещи. Но друзья мне помогают прогнать чужих. Я боюсь, что кто-то меня увидит и расскажет, что я здесь живу. И те люди придут за мной. То есть, ты человек? То есть, ты сейчас тот Яков, мальчик? Заяц, ты меня достал. Не появляйся больше. Тогда хорошо. Кто твои друзья? Почему они тоже здесь? Получается, он живой. Но его друзья, наверное, призраки. Как вот этот зайчик, который бегает и нас пугает до смерти. Ну да, который опять пропал. Это. Зайчик-неваляшка. То есть, то нету. То захотел, то появился, то пропал. О, как ты быстро отвечаешь нам. Ну, что тут у нас? Духи этого места. Угу. Те, кого здесь мучили. Они остались тут заперти. В тот день вечером после отбоя кто-то пришел. Наверное, это был тот человек, с которым говорила директор. Но он не нашел меня. Я думаю, что из-за этого он отравил всех проживающих и директора. Так. Понятно. Его друзья... Да, там какой-то человек ходил. Его друзья. Это духи этого места. Его дети. Возможно, которых тут отравили. Как я понимаю, видимо. Все это задумал директор лагеря. О чем ты говоришь? С каким человеком она говорила? Ох, ё-моё. Так, стоп. Если Яков здесь, он живой, то... Вот это кто? Кто это? Это ж не призрак. Призраки только в доме. А не наоборот. Значит, это мальчик. С кем мы общаемся? Что здесь происходит вообще? Ай, боже мой. Ну... И хватит скрипеть. Это все она. Я видел, как наша директора разговаривала с кем-то в старой больнице недалеко от лагеря. Они договорились о том, что ночью выполняют свою работу. Тогда я понял, что это связано с нами, но не смог всех предупредить. Я не видел, кто еще там был, потому что испугался и спрятался. Утром я зашел в здание и никого не нашел. Йосифа тоже не было. Я подумал, что тот человек со своими помощниками всех унесли и спрятали тела в том здании. Мне пришлось тут остаться и жить в вентиляции, только иногда выходить в комнаты. Понятно, почему мы его не видели. Он прятался в вентиляции. Дальше. Ответочку мы кинем. Как он вообще здесь живет? Это здание и сейчас заброшено. Я могу туда попасть. Зачем тебе еще куда-то попадать? Все, ты уже узнал тайну. Тут есть кто-то. Уходи. Ты заснял много интересного материала. Необычного. Сверхъестественного. Шкатулка. Ой. Что это? Я не поняла. Яка больше не отвечает, пройти в заброшенный госпиталь. Нужно оторвать доски от входной двери. А, выйти отсюда с удовольствием. Просто бежим. Беги, беги. Не оглядывайся. Не оторваем доски. Но ты правда теперь хочешь попасть в госпиталь? Нам мало вот этого заброшенного лагеря. Так ты еще хочешь и в госпиталь заброшенный? Да он с ума сошел. Яков сказал, что здесь я смогу найти доказательства. Давай смотримся. В смысле? Ой, божечки. Камера. Словарь. Дурак! Зачем ты ее потушил? О, господи. Обратно. Обратно. Да какие доказательства. Мало того, что мы были там, так ты захотел пойти еще в заброшенный госпиталь. Вот нихрена не видно без камеры. Вот просто выкали глаз. Цепь. Отлично. Отлично. Тут тоже цепь. Хорошо. Там кто-то есть. Везде издаются звуки. Везде кто-то есть. Господи, какая стремота. Можно обратно вернуться, пожалуйста? Обратно. Ну не. Ну не. Сейчас это мне больше напоминает Outlast. Что? Где? Что? Что? Там кто-то ходит. Что вы от меня хотите, скажите? Вот. Вот давайте. Что? Что? Вот что значит стучать по окнам. Вот постучали по окнам, и там окно разбилось. Вот плохо. Не надо по окнам стучать. Нужно стучать по двери. Или позвонить в звонок. Как делают это нормальные люди. Понимаете? Я так понимаю, мы сейчас должны ловить скрипты, чтобы... Чтобы вот это вот произошло. Так. 1946 год. После войны. Десятки детей попадают в приюты после того, как потеряли родители. Детский дом для содержания и воспитания детей-сирот. Работал под руководством военных. Что за звук? Хватит так нагнетать атмосферу. Господи. Тихо. Тихо. Ну хватит. Пожалуйста. Ладно. О, шкаф. А можно я в шкаф спрячусь? Можно спрятаться в шкаф? Пожалуйста. Пожалуйста. Я уже такое повидала. Этим вы меня не спугаете. Малая. Операционная. Курить на лестничных клетках запрещается. Хорошо. Мы этого не делаем и делать не будем. А это называется, наверное, дистанционное управление дверей. Ага. Нажал на пультик, дверь открылась. Но кажется, она слишком древняя. Старая версия. И так она не должна открываться. И почему здесь так плохо видно? Так. Консервы. Там точно кто-то есть. Господи. Боже мой. И игрушка. Врач детского дома был задержан за незаконную торговлю органами в течение шести лет. Это, видимо, тот доктор, с которым сотрудничал директор. Он обманом ставил неверные диагнозы и проводил операции по удалению почек. Директор не знал об этом. Да, конечно, он-то. Она-то все знала. Но и не смог дальше возглавить свою должность. Детский дом закрыли. Здание стало заброшенным. Вот и правильно, что его раскрыли. Так, здесь ничего нет. Что за ужасные звуки? Соблюдайте тишину. Мы-то тишину соблюдаем, но вот кто-то здесь точно не соблюдает. Эта дверь введет в другой коридор. У меня с собой в рюкзаке есть болгарка. Я могу срезать все цепи и найти, где спрятаны доказательства. Вот и серьезно. Ты с собой принес болгарку? Это очень напомнило Якова. Кажется, я уже опять начинаю заикаться. Ну зачем так хлопать дверями? Все петли вылетят. Вы не понимаете? Нам точно здесь не рады. А двери уже нет обратно. Отлично. Ну в окно хотя бы попробуй. Да, это место меня не отпустит. Я должен закончить на то, что... Начал. Так ты ничего не начал. Господи, игра. Перестань. Ты ничего не начал. Просто в окно выпрыгни, пожалуйста. Просто в окно. В окно. А ты... Это было не страшно. И ты реально достал болгарку. Он с собой в рюкзаке носил болгарку. Спальный мешок, еда, свечи, словарь, камера и болгарка. Кто с собой носит болгарку? Похоже, это были мы. Серьезно. Она у тебя на батарейках работает, встали? Ну ладно, возможно, какой-то аккумулятор. Я поверю. Но носить с собой болгарку... Я не верю. Господи, я... Это как надо было мыслить, думать, чтобы с собой носить болгарку? Она сколько весит? И она обычно подключается к сети от аккумулятора. Я не думаю, что работает. Ну и есть какие-то, наверное, ручные, может. Я знаю, что поступаю плохо, но у меня нет выбора. Я должна спасти своего сынования. Мне повезло, что Алексей Сергеевич согласился помочь. Я не должна его подвезти. Никто не должен знать о наших делах. Ага. Так, здесь вроде ничего нету. И все. Ха-ха. Никого нет дома. Мы сейчас тебя сломаем. Серьезно, болгарка. Кажется, я что-то пропустила. Я, кажется, пропустила скример, и я рада. Я много не потеряла. Все хорошо. Так. Блин, нам туда. Давай-давай. Не волнуйся, все. Ужас. Я не успела его спасти. Я не верю. Этого не может быть. Это не мой Ванечка. Я спасу его. Мне нужно срочно найти донора. Так, води... О, это такой большой ключ, чтобы как раз-таки резать цепи. Вот это я понимаю. Ну, в принципе, можно было с собой носить. Вот этот огромный ключ. Я не помню, как это называю. Пицца. Он намного легче. И, в принципе, как для самообороны тоже сгодится. Дал по голове, и вообще отлично. А вот болгарка выглядит очень странно. Максимально. Ай, мы все еще не можем идти отсюда. Эта дверь закрыта. Значит, нам сюда. Да. Нам сюда. Снова болгарка. Батарея болгарки разрядилась. А, значит, все же на батарейках. Ну, кажется, там кому-то плохо. Там кто-то поел грибок. Что здесь происходит? Отличные звуки. Не знаю, доживу ли я до утра. Согласна. Потому что сегодняшняя смена мне не дает покоя. Я хочу отсюда сбежать. Но тогда мне не заплатят. Я слышу голоса, как будто я здесь не один. Мне показалось, что я видел женщину. Вернее, ее силуэт. Или тень. Она прошла сквозь шкаф. В стену. Мы так, наверное, сделаем. Я боюсь идти за ней и отодвигать шкаф. Не хочу проверять, правда ли это. Или, может, это все мое воображение, которое обострилось после стакана водки. В любом случае, там висят все какие-то поделки из перьев и паутины. И я такие нигде не видел. Выглядят они жутко. Да и пахнет оттуда как будто мертвечиной. Ладно, выпью еще стакан и лягу спать до утра. А нам ничего не надо тут тоже хряпнуть. Ну, знаете, для смелости. Водички просто попить для смелости. Иногда нам нужно просто передохнуть. Взять стаканчик водички. И выпить. Просто взять. Выпить. Куда нам идти? Так. Вот просто. Мы можем дверь открывать-закрывать. Хорошее взаимодействие. Кто подушки раскидал? Так. Так. Блин, что ж так ссыкотно, а? Уборная. А вот, кажется, в уборных происходит самая попа большая. Вот прям реально. Отлично. Она закрыта. Валим. Все. Нам идти некуда. Какой шов отличный. Плохо сделан очень. Я бы лучше сделала. О, дверь открыта. Нас хотят сюда взять. Кажется, я что-то пропустила. Слава богу, боже мой. Матрешка. Туалет. Полотенце. Курить нельзя. Матрешка. Матрешка. А это... Я был, и меня нет. Вот как называется. Через год после событий 50-го года здание переквалифицировали в больницу, но при сокращении бюджета она снова перестала работать. Нет, я туда больше не смотрю. Нет, все. Туалеты больше не смотрим. Иначе... Такие звуки, конечно. это все страшно звучит просто я хочу бежать отсюда быстрее это ё-моё ё-моё как за столько лет ее тело не разложилось что происходит а я хочу обратно отлично все выглядит прям вау толчок так записка пусть как будто она просто взялась прыгнул ушла пусть тот кто меня найдет почувствует какую боль перенесла мать потерявшая свое дитя я проклинаю всех кто не смог мне помочь и я не собираюсь так просто уходить я вернусь что она хотела этим сказать и как она вернется мари мне так жаль а тебе не жаль что она сейчас тут свалила просто спрыгнул туда и пошла домой спокойно там ладно свидетельство смерти это иван ее сын 1 октября 7 лет причина тромбоэмболия легочной артерии ладно тут документы 90 50 боже 90 58 года алексей сергеевича которым говорила мария ответил ей что не станет больше так подставляться отказался с ней работать тогда каком деле шла речь и с кем она разговаривала когда я видел яков есть еще кое-что документы все свидетельстве смерти ее сына ивана он умер осенью писали 50-го года видимо она не вынесла этого и сошла с ума она так хотела ее спасти его что потеряла связь с реальностью бедная женщина значит в приюте мог никто не страдать потому что ее сын умер раньше и все это она травила детишек зря и вообще все происходило зря так что вы теперь хотите чтоб я сделала воспрещается бросать унитаза писарами понятно так о ножик нужно убираться сюда как можно сказать при понятно ладно я пошла пока 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 хорошо все пока это было очень тяжело да почему так медленно дверь открываешь ты что сумасшедший ты должен с разбега просто выломать ногой в дверь и все пока три недели спустя три недели спустя и ты решил сюда вернуться чтобы попрощаться с своими друзьями что ли и 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 мы заканчиваем с ней. Пишите в комментарии, какие игрушки вы хотите увидеть на стриме. И подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока. И увидимся в новом ролике. Субтитры сделал DimaTorzok